Я знаю кто ты Скажи Голосно Скажите Кровосися Как же я по вам соскучился мои мучачас Давайте признаем Вы ждали мои видео, а я ждал хоть чего-то от ютуба Не мужик, ну ты серьезно Один раз поматросил с рекомендациями и бросил? И что мне теперь? У подписчиков в начале видео просить комментарии И проверять лайки после обновления? А может и попрошу А может и да Но не будем все о моей пассивно сексуальной жизни с ютубом Вон я себе обогреватель собрал Ведь зима близко, а Денерис мертва И теперь я могу делать видео по самым современным играм индустрии Vampire The Masquerade Bloodlines Один И специально для вас Те кто реально подписан, а не зашел сюда тупо потому что танка на превьюхи потекла Я вам расскажу о моем полном прохождении сюжета Vampire У вас оно может быть другим, ведь это RPG Но будем честны Никто в здравом уме не станет проходить лагающий кусок кода 2004 года на движке Half-Life Который фанаты 15 лет пытаются исправить Серьезно, патчи выходят до сих пор Предлагаю причислить этих людей к лику святых Ну и как в любой ролевой игре, в начале нам предлагают создать персонажа, пройдя социальный тест И что бы я не отвечал, по итогу всегда получался афро-вампирианец Клыкастый темнокожец Вампирка Блэк Остановимся на афро-вампирианце Лучшая характеристика убеждения это сила Поэтому вкачиваем все в нее Интеллект же в принципе не нужен при максимальном значении силы А вот чем быстрее я смогу заметить копов, тем мой ниггер дольше проживет Поэтому не скупимся на внимательность Осталось подобрать подходящее имя, вызывающее первобытный страх у любого Судя по раскиданной одежде и интерьеру местного наркопритона Игра начинается с того, что у нас был секс Я считаю это отличным стартом А? Что? Вот так всегда Сначала ты в кого-то суешь свой кол, а потом в тебя Но игра на этом не заканчивается И теперь меня судят за то, что одна соска случайно превратила меня в вампира Вот, кстати, она Кажется, я обосрался This is bullshit! Да, мужик! Заступись за меня! Наруто! Саске! Наруто! Саске! Наруто! Саске! Саске! Эмм, я вам не мешаю? К счастью, меня пожалели, ведь я только дитя в индустрии вампиров И теперь работаю лично на князя Выходя из здания, я повстречал Джека Этот мужик научил меня всему Как выживать Где искать крыс для еды Как кусать бомжей И взламывать замки Теперь ты будешь моим батей Что происходит? Выстрелы, крики толпы Разгвардия снова разгоняет митингующих? На самом деле это оказались всего лишь вампиры Шабаша О целях которых мы пока ничего не знаем И я конечно понимаю, что игра 2004 года Но это ли не самая прекрасная сцена перестрелок за всю историю человечества? Так стоп, это что я? Так вот как меня со стороны видят люди Как простого синего негра из Бронкса Нахер вампиров, я иду на кастинг Алладина 2 Далее же Джек рассказал, что если я буду пить всю кровь из людей, то потеряю свою человечность Интересно, а она будет возвращаться после грабежей и изломов замков? Ввиду мои расовые особенности Вообще забудьте все, что Джек говорил нам до этого про солнечный свет и выстрел из дробовика в голову Вампира можно легко убить, просто сломав шею Я думаю при особом желании их можно убить тупо запинав ногами Ну и настало время разобраться с боевой системой У каждого клана вампиров есть свои магические скиллы Но так как игра сделана на движке Half-Life, можете забыть о них Ведь в самом начале вам дают монтировку, ломающие пространство и ребра Еще есть огнестрел, но для меня это больная тема И как же много вопросов к местной системе диалогов Во-первых, как зеленым можно кого-то запугать? Выйди отсюда, разбийник ты Вопросов больше нет Обучение на этом заканчивается После хорошего сна в нашей новой квартире Можно начать исследовать этот мир наполненный побочными квестами на 50 часов Кажется мне в другую сторону Хм, она выглядит как кто-то, кто даст мне побочный квест Или просто даст Да ладно, здесь правда можно снять проститутку? Эу, 50 баксов? Как насчет пакетика крови, монтировки и пистолета? Нет? Стой здесь и никуда не уходи Мне нужно срочно заработать денег, пора проходить сюжет Зайдя в дом, я увидел следы крови И с помощью моей дедукции смог определить, что тот, кто находится за этой комнатой, туберкулезник Поэтому постарайся не дышать Это оказался Меркури Он как и я работает на князя, но его бедолагу избили бандиты и киданули на покупки взрывчатки Он просил не рассказывать о том, как просрал дело, предлагая мне оружие и патроны Но я против коррупции и беру взятки исключительно 50-долларовыми купюрами По пути к бандитам я встретил неполноценных вампиров-хипстеров Вообще прикольная у вас тут атмосфера Пляж, ночь, бумбокс и костер под дождем Скажите, вы ебанутые? А знаете, почему никто не делает игры от третьего лица на движке халфы? Вот почему Вжух! Я могу так целый день Но нужно разобраться с бандитами На самом деле это даже немного нечестно Да, местный искусственный интеллект не совсем интеллект Но даже я себя не вижу в тени Черт, меня заметили, что делать? Они тоже негры? Кто меня бьет? Я вижу только биты Стопи Спустя 10 минут неравной драки пистолетов против монтировки Взрывчатка у меня Вернувшись в туберкулезнику я узнал, что взрывчаткой нужно подорвать шабашевский склад Но как туда попасть знает только некий красавчик танк Который сейчас прячется от самопровозглашенной главы вампиров Санта Моники Терезы Поэтому отправляемся в клуб Терезы узнать где танк Не совсем понимаю откуда сама Тереза может об этом знать Но игра на этом настаивает В клубе нас сразу же встречает сестра Терезы Жанет Откровенно намекающая на половые игры Я пальчик, который скользит по твоей спине в кромешной темноте Я имя на стенах всех мужских уборных Да я понял, что ты проститутка Пошли быстрее к тебе Ээээ и как мне теперь попасть наверх? Может быть бармен знает? Оууууу! Посмотрите на эти печальные глазки Не переживай мужик, я знаю как тебе помочь Вот теперь с тобой можно вести конструктивный диалог Мне нужна принцесса Тереза Вызывай лифт еще без двух ртасов У меня с собой монтировка Дождавшись пока сестры закончат друг на друга орать Мы наконец то можем поговорить с Терезой Она пообещала что прекратит вражду с идящным танго Но с одним условием Хм, если хорошо все обдумать, я пришел к какой-то блондинке с просьбой о перемирии И она отправила меня по канализации в отель, убить призрака Кажется, меня киданули Надеюсь, хоть не посадят за взлом с проникновением Тут кто-нибудь есть? Блядь, я же пошутил! Вас же не существует! Просто ебануться можно! Как отсюда выбраться? Вообще не страшно Так, кулон для изгнания Каспера я нашел Пора уже и сваливать отсюда После спиритического сеанса я вернулся в офис Терезы Но там меня ждала ее сестра Мне-то в принципе все равно, кому отдавать кулон Я просто хочу заработать денег и снять проститутку Но в ходе диалога с ней мы узнаем, что она бывшая любовница Танго А значит, место сейчас свободно Но прежде Харли просит нас ознакомить современное искусство с ножом И по возможности украсть деньги из галереи Не знаю, как вы относитесь к абстракционизму Но вандализм и грабеж идеально подходят моему классу персонажа Поэтому Вперед в очередную канализацию! Даже тут копы пытаются меня пристрелить Отвечаю, если эти сестры меня разводят Я сэкономлю 100 баксов на проститутках Не зря же качал убеждения через силу Пройти через черный вход черному Помешал белый мужик с особым аргументом Но спустя пару часов я все-таки смог Дождаться свободной дороги и зашел в здание Блин, а ведь картины и вправду неплохие Вероятнее всего какой-то художник В 2004 году рисовал их специально для игры за копейки А меня заставляют их испортить С другой стороны, картины мне не отсосут О нет! Кажется я освободил дух Артемия Лебедева И теперь он будет впаривать мне логотипы из пейнта за 100 косарей Умри, нечисть окаянная! Что ж, обратно к Жанет Чувствую, меня ждет потная ночка Блядь, снова ты? Ну и где очаровашка-танк? Оказывается, галерея принадлежала Терезе И вообще я дебил, потому что отдал Жанет кулон Теперь нужно найти Жанет в закусочной И примирить ее с сестрой По идее, я не должен вмешиваться в чужие семейные дела Но ничего не могу с собой поделать Тут реально намечается тройничок В закусочной меня ждала засада Но я не лыком шит, ведь у меня есть револьвер Стрельба Единственное, что было хорошим у движка халфы Спасибо хоть за реалистичную физику После очередного доминирования согнутой трубы над дробовиками Нам позвонила испуганная Жанет, которую прямо сейчас хочет убить Тереза Сломя голову, я рванулся к ним Но нужно определиться, кому я помогу С одной стороны, у нас сервозная секси начальница А вторая мне даст Поэтому выбор в принципе очевиден Жанет, милая, я уже здесь! Какого ху? Знаете что? А пошло оно все! Сам найду танка Но если я когда-то проснусь с мыслью Ох, сейчас бы шизанутую Обязательно тебе позвоню Интересно, а это будет считаться за групповуху? Танк, ты не представляешь, как мне вытрепала нервы твоя бывшая Матерь божья! А ты неплохо сохранился, мужик Сколько, говоришь, у тебя ночей было с той чокнутой? Смотря на тебя, я еще вовремя ушел В ходе разговора выяснилось, что Шабаш это простые работяги-вампиры Уставшие от угнетения правящего класса И несмотря на мою симпатию к ним Я срочно должен заработать денег Поэтому я иду взрывать их склад Вот так и умирают либеральные идеалы Но мы не вправе кого-либо судить Может им тоже нужны проститутки? Естественно, благодаря моим навыкам я буду проходить эту миссию скрытно Самое главное остаться незамеченным Все должно быть по стелсу По стелсу, я сказал! По стелсу! В смысле меня настигла окончательная смерть? Что происходит? Куда я лечу? Где это я? Это рай? Это Air of Legends Ты умер в прошлой игре Но благодаря своему телефону После смерти ты переродился здесь Юный попаданец Но что мне делать в этой игре? Здесь нет ограничений Тебя ждет великая история, мой мальчик Это целый мир ММО у тебя в телефоне Ничего себе! Как много классов! И полностью переведена на русский язык? Тут даже питомцы есть! Так, я буду занят некоторое время Ну что могу сказать? Игра захватывает своими данжами И отличными каст-сценами А главное, пугает масштабом До сих пор не могу понять Как такой огромный мир запихнули в телефон Вообще, приятно осознавать Что можно взять и просто скачать бесплатно Игру уровня World of Warcraft Как человек, имеющий сороковой уровень Советую попробовать Время вышло! В смысле? Я еще не достиг последнего уровня! Как мне вернуться? Ссылка в описании Ну привет, вампайр Со второй попытки я все же смог установить бомбу Но перед тем, как свалить, встретился с Бекетом Вампиром-археологом Да, в этой игре вампиры могут превращаться в волков Почему? Зачем? Не важно! Ведь это пафосно! Он много чего нам расскажет Но самое важное, что мы от него узнаем Это то, что слабокровные вампиры Слабые вампиры То есть вот таких выкрутасов они делать не могут Такое бывает только в реальной жизни Ну, собственно, на этом первый основной квест заканчивается По сути, все, что я сделал, это помирил баронессу с ее бывшим И взорвал склад К сожалению, взрыва не показали Надеюсь, енот по лоскунцу может это компенсировать А если вы заметили, что я пропустил какой-то важный побочный квест Вы, конечно, можете написать об этом Но, Кеша, напомни зрителям нашу приоритетную задачу Путаны, путаны, путаны Мой пиздюк А теперь мне предстоит попасть в Даунтаун И доложить о моих подвигах князю Только я приехал в Новый Город Меня сразу же избили какие-то гопники Спасибо, хоть не ногами запинали Мог и умереть Я ведь всего лишь вампир Стоп! Этот мужик только что выстрелил ему в голову? Мне кажется, или я один сосу в этой игре? Может это из-за несбалансированного питания бомжами? В любом случае, мой спаситель Найнц еще и на свиданку в бар пригласил Ух, я бы даже покраснел Но по определенным причинам не могу Дела не ждут О, это же наш знакомый пухляш На самом деле он оказался нормальным парнем И вызывает нам лифт до князя Встретившись с боссом, я сдал Меркурию Ибо нечего пытаться меня подкупить Я искореню коррупцию в нашем вампирском обществе Но прежде чем браться за новое задание Пора поговорить об оплате Отлично Я оказывается работал за спасибо Я выполню твое следующее задание Но помни, ты будешь первым, кого я предам Теперь нам нужно пробраться на корабль Где должен находиться какой-то древний саркофаг Особым пожеланием князя Было сделать все по-тихому Без вопросов, братан! Все по стелсу! У тебя ведь могут быть проблемы Если завтра здесь найдут гору трупов Ой, как будет неприятно! Как оказалось, саркофаг действительно на корабле Но очевидно, что кто-то уже здесь побывал до меня И успел его открыть Что ж, возвращаемся назад Но нужно, чтобы меня обязательно никто не заметил Ведь просьба босса закон Что я тебе сказал? На полицейской волне только об этом и говорят! Ты осознаешь последствия своих поступков? Да ты просто течешь сверхъестественным под нос смертным! Ох, а что тебя ждет впереди? Здесь мы узнаем о первородных вампирах И нас отправляют на поиски некого Граута Чтобы он связался с князем Остался один вопрос Что я за это получу? Мою благодарность Она многое значит в этом городе Отвечаю, блондинчик! Как только появится возможность Ты труп! Перед входом в особняк Я встретил моего спасителя Найнца Какой-то он странный Что ж, увидимся в баре, мужик! Вот это я понимаю Только попрощались А он уже кого-то пристрелил Между прочим, я его друг Я помню много ужастиков Которые начинались точно так же Может быть ей плохо? Надо бы с ней поговорить Заебись пообщались Вообще странное местечко Интересно, на чем смеется этот придурок? А, понятно Очень смешно Ну да Не умею я разгадывать ваши гребаные загадки Для первогодок И что? На самом деле Головоломка оказалась легкой Но кто бы мог реально подумать Что это окно в стене А не забакованное зеркало К слову, по всему дому разбросаны записи Из которых мы узнаем Что Граут Труани Махикан С женой в банке Боясь за свою жизнь За последние годы Он так и ни разу не вышел из дома До сегодняшнего дня Это он, если что Выйдя за дверь Мы увидели Как какой-то немецкий Религиозный активист Поджег здание Что лишний раз доказывает Церковь нужно запретить Вы можете мне возразить Но давайте честно Вы видели хотя бы раз Чтобы геймер светил ядерную ракету А если эта шутка Оскорбила чувства верующих По статье 148 у КРФ Предлагаю партеку в Гвинт Вот, к слову, мои карты Благодаря Зеленскому Теперь могу позволить себе Собственную колоду Из-за этого священника Мне теперь приходится Убивать горящих упырей А это сложнее, чем вы думаете После небольшой прожарки Я вернулся к князю И рассказал ему о том Что Граута походу убил Найнс Но князь не особо спешил Устраивать на него охоту Так как это бы повлекло За собой войну Следующее, что мне поручили Это забрать и перенести Саркофаг с музея Я бы послал князя Но стоп Ты реально мне заплатишь За все, что я сделал Знаешь, у тебя вполне Появляются шансы Что я тебя не предам 200 баксов Тоби пизда Но в любом случае Деньги нужны Берем квест по возвращению Саркофага И идем Искать путан Эй, малышка Как насчет инвестиций С африканского рынка Может торговаться В данном случае И неуместно Но это первые деньги Которые я заработал За 10 часов игры Ох, сейчас папочка Тебе покажет А? Что он делает? Это не то! Идиот! У тебя ведь есть Для этого бомжи! Лайфхак Как проебать 40 баксов И остаться девственником Миссию по возвращению Саркофага из музея Можно описать Как русскую матрешку Мы открываем дверь Чтобы взять из нее ключи Чтобы открыть Следующую дверь И так полчаса подряд А в конце оказывается Что саркофаг вообще в другом замке И это официально Самая убогая часть игры Но разработчиков понять можно Ведь они в 2004 Даже подумать не могли Что кто-то реально доберется До этого момента А я напомню Фанаты 15 лет Чинят местные баги И как вы заметили По розовым дверям Бета-тест завершится Ой, не скоро Зато игра до сих пор стоит 900 рублей И представьте Что там творится Без пиратских патчей И русского языка Что же Возвращаемся с плохими новостями Княжь немного опечалился От пропажи куска бетона Но быстренько понял Что это мог сделать Какой-то Гэри Один из первородных клана На сферату Именно они Раньше всех узнали Где находился гроб После выгрузки из корабля А еще мы узнаем Что на Найнса Родригеса Объявлена кровавая охота А это может привести к войне Но нас это не касается И мы отправляемся Искать Гэри в Голливуд Детка По приезду Нас сразу же встречает Местная шестерка И просит нас встретиться С его боссом Айзеком Это оказался Вполне себе Интеллигентный старичок И он может мне помочь Но взамен Я должен принести ему посылку С каким-то запрещенным фильмом Ух Старый извращенец Но это подождет Ведь я услышал Что рядом есть Отличный клуб А значит Пора потрясти ягодицами Думаю Эта дама Заценила мои движения Пора опробовать Пикап скил Из ютуб гайдов Вот так каждый день Подходишь Познакомиться с девушкой А она говорит Что не лесбиянка Но хочет ей стать Эх Ладно Как пелось В одной из песен Великого философа И Генка был прав Там я нашел Своё рыжее счастье Но её в последнее время Преследует охотница На вампиров Подрабатывающая В соседнем стриптиз-клубе Если вы подумали Что охотники В этой игре Последние бичи Вы правы Знакомься с владельцем Этого клуба Вообще мужик забавный У нас тут грязь На любой вкус Просто скажи мне Что заводит тебя парень И я тебя обеспечу Это заявление Определенно нуждается В проверке Оу май Не отходя далеко Здесь же и заказываем Приват Нашей охотнице За 200 баксов После чего Начинается Безжалостная драка С девственностью В реальной жизни Это был бы явно Неравный бой Хотя и в игре Мне потребовалось Около 20 попыток Чтобы её убить Я конечно нервничал Ведь эта тварь Просто какой-то Неубиваемый монстр Но всё оказалось Куда проще Чтобы победить девственность Нужно было тупо Взять её силой И засосать После такой ошеломительной драки Пора и получить награду Но не тут-то было Оказывается Рыжуха не робко дышит Какому-то писателю А я просто мальчик На побегушках И теперь должен Ещё и ему помочь Любой нормальный игрок Так бы и сделал Ради чужой любви Но я же не какой-то там куколт Да и вообще Давным-давно Я должен был принести Фильм Айзеку Но доставщик оказался Настолько сыкливым Что спрятал кассету И сказал мне Только одно имя Джинджер Свон Эффектный способ уйти Я бы поискал Кто такая этот Джинджер Но мне лень Поэтому идём к Айзеку И узнаём всё у него Как оказалось Это недавно умершая Порнозвезда И её могилу Можно найти на местном кладбище Там же мы и берём Нужную кассету Я спасена Странная порнуха Оказалась в двух копиях Поэтому отправляемся На поиски второй части В магазин фильмов Да Иногда эта игра Логична как никогда Наш старый знакомый Толкает нам порнуху Животными Но не в этот раз Дружище Слышал что-нибудь От Death Mask Флинн очень долго Ломался И в итоге Предложил мне Всё рассказать За 500 баксов А это между прочим 12 с половиной Проституток Нет спасибо Ведь в интернете Можно легко Добыть пароль От его компьютера Где есть вся Нужная информация И вуаля Я сэкономил 12 с половиной Проституток Теперь я знаю Как добраться До студии Death Mask Где меня ждала Орда Зубастиков И то что осталось От съемочной группы Со слов Выжившего Они не имеют Никакого отношения К этим кассетам И просто Вставили свой Логотип Чтобы заработать На них Хм Знакомая ситуация Но из-за того Что вы Ублюдки Убивали здесь Бомжей Мне нечего есть Так что Иди своей дорогой Сталкер А вот и моя кассета Здравствуйте Я из компании Арифлейн Не хотите взглянуть На наши товары Звуки страха А что было дальше Узнайте во второй И заключительной части Видео Которое выйдет Как только вы наберете 5000 лайков Я конечно Дико извиняюсь Но в одном видео Уместить всю игру Оказалось Невозможно Я пробовал Монтировать В разных позах Но каждый раз Получалось Новое видео Купленого Папапапапапапапапапапапапапапапа Хэй Всем привет Меня зовут Каргас И это игра В Ампэр Маскарад Которая То ли уже вышла То ли должна выйти И это мы сегодня узнаем По итогу Рубрика для меня Экспериментальная Но я же говорил Как я вас всех люблю Так вот Я хочу знать Ваше мнение Нужно ли продолжать Делать подобное Видео С другими играми Добавьте К вашему комментарию Да или нет. Я бы устроил опрос, но хочу дышать по ночам на лица моих врагов. А если вы здесь впервые, подписывайтесь!